Привет! У меня для вас сегодня видео о том, как сделать освежающий макияж на лето, хотя такой макияж отлично подойдет и на каждый день, причем женщинам абсолютно разного возраста. Я считаю, что макияж нас должен именно освежать, а не быть каким-то слишком перегруженным и не создавать эффект, как будто бы вы очень сильно старались. Естественно, я вам покажу мои средства, которые использую на каждый день, и, возможно, вам что-то тоже понравится. Их, кстати, будет всего 5, потому что я за простые решения. Но, так как мы все с вами разные и поиск идеальных продуктов это только путем проб и ошибок, здесь основное это уловить концепцию такого макияжа. Надеюсь, это видео вам понравится. Если это так, дайте мне знать, ставьте палец вверх и присоединяйтесь на мой канал, потому что я всегда рада вдохновить вас на стиль не только в гардеробе, но и в жизни. Все это под углом шикарного минимализма. Это моя личная философия. Девиз канала «Стилю можно научиться». Также всех желающих приглашаю присоединиться в эксклюзивную группу на моем канале YouTube. Это доступ к дополнительному материалу и к стримингам, которые я провожу раз в месяц. Они длятся один час примерно, и весь материал остается в записи. Это мини-мастер-классы с полезной информацией, поэтому более подробно о дополнительных бонусах вы можете узнать, перейдя по ссылке, которую оставлю внизу в описании к этому видео. Ну что, на каждый день я не использую тональный крем, использую консилер. То есть компактное средство, и я считаю, что его достаточно. Задача высветить центральную часть лица, потому что периферия у нас с вами остается более затемненной. И наносим консилер. Галочка между бровей, область под глазами, крылья носа, чуть-чуть спинка носа, галочка над верхней губой, серединка подбородка и можно чуть-чуть уголки губ. И все, начинаю похлопывающими движениями. Главное, консилер не растирать, его вбивать в кожу. Здесь главное тоже не сильно торопиться, но в итоге на самом деле это все не занимает очень много времени. Я за быстрый макияж, но я за макияж. Опять же, как видите, на каждый день не использую спонж. То есть использую только пальчики. Окей, на самом деле фишка иметь два консилера, потому что это обеспечит вам максимально идеальный тон. Первый консилер, который я использовала, это Yves Saint Laurent номер 2,5. И еще у Yves Saint Laurent появился новый консилер с черными вставками. Он чуть более плотный. Один из них чуть светлее, другой чуть-чуть темнее. И который потемнее, буду наносить на область вокруг глаза, у внешнего уголка. Нанесу сюда. На века чуть-чуть. Чуть-чуть на носогубные складки. И можно чуть-чуть на боковые части лба. Такой макияж, на самом деле, очень легко повторить. С тоном я закончила. Теперь я перехожу к бровям. Я их просто расчесываю. И уже достаточно давно не использую никакое средство для бровей, ни карандаши, ни гели. И мне кажется, что они стали лучше расти. И достаточно. Дальше мне лично нравится перейти к макияжу глаз. Буду использовать палетку от Charlotte Tilbury. Это бронзер, на самом деле. Но светлый оттенок буду использовать в качестве теней. Возьму широкую кисточку. Чуть-чуть промокну веки пальчиком. Достаточно таким, опять же, широким движением. Нанесу светлый оттенок бронзера на все века и немножко на брови. Дальше сразу перехожу к туши. Как только на глазах появляется тушь, глаза становятся более выразительными. И в этом смысле сразу понятно, сколько нужно нанести румян или бронзера, сколько помады. Поэтому будем красить сейчас глаза. Вы знаете, что я очень люблю тушь, которая запечатывает ресницы. По одной простой причине. Потому что очень легко ее смывать. И это не требует дополнительных средств для снятия макияжа с глаз. Что происходит за счет теплой воды, такая тушь, она с каждой реснички снимается трубочками. И у меня любимый Элитри Шмековой. Купила его в Америке, потому что в Италию очень дорого стоит доставка. И я не так давно была в Нью-Йорке. Если пропустили видео, посмотрите. Оно очень интересное. Рассказываю с самого начала, как собрать чемодан, что взять с собой на неделю. И о моих впечатлениях, естественно. О том, как там одеваются, о шопинге. И, конечно же, в Нью-Йорке Три Шмековой закупилась, наверное, на целый год. И еще одна моя любимая тушь. Это Кевин О'Куан. Я ее беру на Net-a-Porter. Точно так же запечатывает ресницы. То есть они, в принципе, две одинаковые туши. И, если интересно, оставлю ссылку внизу в описании к этому видео. Ну что, переходим к... А, еще же у меня есть фишка. Что я делаю? Я ресницы немножко подкручиваю. Такие щипцы, они от Кевина. Изумительный угол, и ими как-то не страшно. Я знаю, что очень много моделей их используют, и понимаю почему. И наношу тушь. Эта тушь объемная, имеет вот такую вот тоненькую кисточку. Здесь, кстати, к вопросу, красить ли нижние ресницы, я думаю, каждая должна сама решить. Действительно, есть такие лица, которым не идут накрашенные нижние ресницы, а есть такие лица, которым наоборот идут. Вот я, например, себя лично без накрашенных нижних ресниц как-то не очень представляю, поэтому нижние ресницы тоже прокрашу. Ну вот, на самом деле осталось буквально парочка средств, и мой макияж, собственно, и готов. Что буду делать сейчас? Буду наносить немного бронзера, темный, светлый, немножко на руку сбить. И слегка касающимися движениями на носу. Здесь именно фишка в том, что вы не сильно прижимаете кисточку, а движение примерно вот такое. То есть буквально чуть-чуть. Задача любого макияжа быть максимально натуральным. Бронзер просто для того, чтобы получить тот самый освежающий эффект, как будто бы вы только что вернулись с моря. Немножко на боковые части лба. Все. Дальше перехожу к нанесению помады. У меня здесь появились две помады. Тоже фишка немножко так же, как и с консилерами. То есть можно, естественно, использовать один консилер, два это идеально. И можно, естественно, использовать только одну помаду, но две это тоже такой небольшой секретик. Помада нюдовая, Trish McEvoy. Цвет называется Easy Nude, но на самом деле нюдовую помаду можно найти в абсолютно любом бренде. И вторая помада, которую буду использовать точно так же Trish McEvoy. Цвет называется Modern Rose. Он такой немножко потемнее, поглубже. Буду наносить помаду тоже пальчиком. Это даст эффект максимально натурального цвета губ. Я не хочу, чтобы губы выглядели слишком такими вырисованными. Чуть-чуть наношу и растушевываю. Начинаю со светлой. Можно нанести немножко в центр и растушевать. Опять же, наношу помаду сейчас, то есть румяну оставила на самый последний момент. И наношу немножко в центр вторую помаду, которая чуть-чуть потемнее. Готово. Нюдовая помада на каждый день. Это наше все. Перехожу к румянам. И здесь тоже очень крутая фишка. Это найти кремовые румяна. Кремовые румяна сэкономят массу времени. Не потребуется специальная кисть. Они чаще всего очень такие компактные. У меня Лора Мерси. И оттенок называется Олеандр. Выглядят очень натурально. Что делаю? Опять же, пальчиком наношу здесь какой основной момент. То есть не выходить за пределы конца носа. И буду двигаться примерно с серединки и чуть-чуть наверх. Такими тоже похлопывающими движениями. Кремовая румяна это отличный вариант для женщин абсолютно разного возраста. И дальше помните фишку. Нам с вами визажисты, профессиональные, говорят нанести остатки румян немного на переносицу. Чуть-чуть снять на верхнее веко и чуть-чуть на губы. Зачем они нам это говорят? Затем, чтобы добиться гармонии в макияже и немножко весь макияж объединить. Та же самая фишка происходит у нас с вами с одеждой. То есть задача создать гармоничный образ. И здесь уловите мысль о том, что, например, если вы добавляете какой-то яркий акцент, например, яркую сумку. То есть вы не просто так ее добавляете, ее именно нужно добавить таким образом, чтобы она гармонично вписалась в весь ваш образ. Мой макияж готов. Супер простой, супер натуральный, супер свежий. Как видите, пять средств. В принципе, можно убрать бронзер. У меня есть еще два дополнительных. Их можно иметь, можно не иметь. И давайте поделюсь с вами такими экстра фишечками, экстра советами. Все эти средства это то, что попробовала я. Возможно, вам тоже что-то понравится. В качестве бальзама для губ лично я использую нюкс. Очень хорошее средство. Цена, качество хорошее. И наношу его в том числе и на ночь. Хороший бальзам. В качестве, если вдруг какое-то мероприятие или, например, нужно сделать более выразительные глаза, использую кремовые тени. Уже очень давно не использую никакие палитры с тенями. Обеспечивает нужный эффект. Я просто подчеркиваю нижнее веко и наношу немного теней на верхнее веко. И растушевываю пальчиком. И очень компактное, хорошее средство. Это Armani номер 9. Классная история. Плюс Шанель выпустил вот такой вот стик. Я не знаю, если это была какая-то специальная коллекция или если он останется в продаже всегда. Но в чем тут фишка? Он прозрачный. И вместо хайлайтера я его наношу на область под глазами, то есть на скулу. Он дает такой эффект очень натурального свечения. Можно им же немножко зафиксировать брови. Тоже очень интересное компактное средство, что можно использовать как альтернативу простой бальзам для губ. Тоже очень хорошо сработает. Также пробовала базу, которая обеспечивает свечение от Sensai. Здесь есть SPF 10. Можно наносить как сразу на кожу перед макияжем. Так можно смешать со своим тональным средством или с консилером. Дает натуральное такое очень свечение. Куплю его еще раз. У Мак есть вот такое вот средство. Оно может тоже быть использовано или до макияжа, или как закрепитель макияжа. То есть нанести его можно после. Оно у них бывает простое, обычное. Бывает с золотистыми частицами, бывает с серебристыми частицами. Насколько я знаю, у меня с золотистыми. Что нужно сделать? Как коктейль. Помешать. Это для того, чтобы добиться максимального свечения, тоже выглядит очень-очень натурально. Чуть-чуть подождать. Средство подсохнет и обеспечит вам очень красивое свечение. Ну и весь макияж немножко так посадит на лицо, соберет. Поэтому тоже. Как вариант, можете присмотреться. Вот такой вот освежающий макияж на лето, который на самом деле подойдет и на каждый день, и на любой сезон. Потому что, как видите, всего 5 средств, которые не перегружают лицо. Вы знаете, я верю в силу макияжа, потому что макияж это часть нашего стиля. И буквально-таки несколько средств из разряда, румяна, тушь, консилер, помада, они творят чудеса. И каждой женщине придают уверенность. Поэтому свой макияж на каждый день, его обязательно нужно продумать. И я надеюсь, что это видео вам подарит некоторые идеи. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной. И до встречи в следующем видео. Обнимаю. И пока-пока.